всем привет купил купил новую новую соску фокусируйся вот такой маленькую дырочку прорезал теперь теперь будет нормально я думаю да кошки детки это соска немножко немножко длиннее не засасывает полностью ее в рот поросеночек мне кажется удобней на лопнешь 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 не лезь 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 странно конечно соска бутылочку я купил эту за 70 гривен и соски по 70 гривен это очень интересно и с маленькой дырочкой аккуратней аккуратнее медленнее чуть-чуть пьет да получается но они бутылочку купил соска бутылочка с соской 70 и 1 соска 70 очень интересно что за цена и почему почему так я не знаю читаю комментарии вы пишете что мало показываю кроль крольчат маленьких которые родились из-за того что появились поросята и типа как там хоть крольчата целые шоссе вам их покажу залезем залезем во все три гнездышка почему три я вам сегодня с утра показывал который постарше у них все хорошо а вот к этой обормотихе сейчас залезем малышня у нее она самая последняя кролилась 27 числа они такие же возрастом как поросятки это им неделя пепка свиноты все покормлены тут все убрано в общем тут больше делать нечего я просто сейчас такой небольшой вам обзорчик кроликов покажу да слазь покажи деток покажи вот такое у нее гнездышко вроде все хорошо здесь здесь 7 деток они уже такие вот крупненькие то им получается неделька но ну как крупные крупные по возрасту но все равно она их слабо кормит вы пишите что и неудобно ну как неудобно неудобно и крольчата худые у нее из-за этого не думаю то есть вот будешь кормить лезь корми давай давай весь голодный лезь дуреха покорми прям сейчас молодец будешь давай не хочет а я вам не показал маленького маленький так и есть маленький то есть как бы прям прям маню сенький вот то есть кольчонок ему неделя а он настолько худой что выглядит по весу вам может 60 как новорожденный а 7 хороших то есть восьмой вот такой хороших не могу сказать что они прям хорошие но я имею ввиду ровненькие такое туда не отдышка она жрет очень много овощей очень много то есть как бы ну я не то что там ох сколько ты живешь а имею ввиду что кушает много как бы сочных кормов должно же молоко у нее быть но как-то как-то слабенько но не может мешать как бы она их кормит я вам рил снимал сейчас может покормит весь весь корми давай дуреха эти вообще хорошие этим через четыре ну не через четыре через неделю можно сказать будет месяц вроде только появились на свет а уже и месяц как быстренько да как быстренько заскакивает но с 9 числа сколько получается там было до 28 19 дней и 5 24 дня и сегодня они все максимально максимально ровненькие еще мне нравится что они вот прям умные ну как они понимают что им нужно запрыгнуть назад в дом и даже вот этого уже бугорка нету который я намастил первый день и они научились залазить а сейчас спокойненько и вылазят и залазят иди корми иди корми детвору давай смотри какие худые быстро корми давай как только я собираюсь их снимать так они голодные всегда а ну покорми пока вми пожалуйста это малыш не мамуль ну ты же такая жиропина большая лезь лезь и свеклу кидал ну вот в девять часов я управлялся и свеклу кидал и яблоко кидал капусты кинул яблоко со свеклой сожрала сена вон еще есть а капусту не доела как бы очень много сочных овощей ну давай тебе же лопнет вымя иди кормить деток не буду закрывать папа ты что ждешь на на пусть открыто будет сейчас пока похожу а потом загляну может покормить это у этой бармотины буду уже чистить завтра но не хочу к ней каждый день лазить она всю солому перетянула барьер это очень странно хотя спит она там но вот там то перетянула сюда всю солому перемесила ее все с навозом короче кошмар какой-то перепелочки яйца так сегодня 14 14 давайте уже вам всех крольчат покажу и вы сейчас вот чтобы вы понимали разницу как бы у белой крыльчихи но она не белая но у светлой крыльчихи а с этими крыльчатами разница ну два дня до 24 а то 27 с этими 3 а с этими 2 и вы сейчас увидите вот какая разница у малышей вот эта крыльчиха молодец хвалю прям прям хорошая смотрите смотрите какие большие здесь крыльчата чуть меньше чем у той серой крыльчихи хотя хотя разница в 13 дней а с малышней той три дня разницы через три дня они такими не будут эти вот 7 штучек эти прям прям класснючие потому что мало ну и там тоже так само мало а крыльчиха не молочная какие пузатчики да еще два дня еще два дня они начнут вылазить из домика и пытаться пытаться будут что-нибудь кушать такие вот лепешечки хорошенькие вот прям все пушистенькие просто один в один мне кажется что у вес у них прям до грамма одинаковый прям как как под копирку все сделаны как булочки на заводе да через через автомат вы выходят ровненькие такие прям и вот эти видите какой пузо то есть это мамулька ну как бы кормит хорошо деток прям прям умница не могу сказать что то 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 никак не покормит а это кормит по пять раз когда не загляну эти все накормлены хорошие ровненькие толстенькие и в этой беленькая беленькая чуточку хуже от этой крыльчихи но при этом все равно у нее малышня малышня тоже хорошенькая да ребятушки вот вот такие вот меньше конечно меньше но все равно лучше чем у той понимаете то есть вот как бы такие вот длинненькие сразу вот гнездо что вот когда вы пишете что ей там неудобно кормить этой же удобно но при этом у них разница в один день а эти крольчата меньше прям ну как вам сейчас вам сравниваю сейчас возьму в две руки секундочку вот будет сейчас вам видно да вот так так не падает возьму два и там беленького и там вот смотрите не знаю видно вот видно да вот так смотрите этот тяжелее грамм на 30 наверно или на 40 то есть прям прям намного больше вот намного больше не знаю видно вроде видно это все зависит от молочности крыльчих а не как от неудобства домика но все равно хоть и чуточку меньше все равно хорошенькие вот так вот так и все там 7 штучек а тут 8 это не разница то есть это нельзя считать как бы ой-то типа много кормит а это мало или наоборот и 7 и 8 это мало это отличное количество так что вот так и я вам показал здесь белого да обратите внимание что белый тут самый большой этот вот вообще мы не пухонький все но все равно но это крыльчиху я хвалю ну нормальные малыши но если выбирать то это самое молодец да а после нее ой смотрите обратите внимание а после нее вторая серенькая как бы тоже хвалю да получается что может вот такие ну как бы с голубым оттенком получше крыльчихи вот эту тоже хвалю хотя это очень маленькая а я ее хвалю смотрите какие ну что это за пушистики красивые а мамулечка какая добрая да какая добрая хорошая заботливая мамулечка не лезь не лезь не лезь закрываю все покормила нет покормила или не кормила не кормила вот ну это вообще бздюха иди покорми ты их только закапывать любишь ладно это мне просто хочется ничего в этом страшного нету что она их сейчас не покормит а ты что не сожрала орешек булка ты не хочешь девкам дам тем что ты не сожрала орешек отойди нет я тебе ничего не дам двенадцать тебе бы есть только круглосуточно да на 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 и тебе на на вставай вставай на не знаю наверное сейчас мы я вам не смогу показать кормление потому что я как только сюда зашел свинки только-только покормили Поросята вот так от свинок убежали Но я проследил Что, ну не сейчас А чуть раньше, что Который я вам в прошлом ролике говорил Поросята не сосут по второму соску Вот скорее всего Молочность у свинки хорошая И им пока они маленькие Молока хватает, а когда они Одумаются и захотят сосать По два соска, в тех сосках Молока уже Уже не будет Ну как-то так Ну да Вот такие дела Сейчас еще куладички С вино там Нуночка наливаю Молш опять где я дел Молока Дам К роликам нужно Еще Так, где мой нож? Этим не надо Тем, которые На улице отнести Так, где я положил Нож? Там не завалился А, вот он На Вставай, на И сегодня Сегодня купил Пилу Ну, ручную Ручную маленькую пилку Для сада 200 Вроде 280 гривен Ну, что-то Типа того И Забыл Купить рыбий жир Вот был прям Пила продается В том же магазине Я спросил Про Энрофлексин К Пятипроцентный Ну, как бы Про антибиотик Для поросят Потому что У меня нету Его нету И О про рыбий жир Абсолютно не вспомнил И еще Хочу сказать Большое спасибо Людмиле Это Моя зрительница Я вспоминаю С какой Страны Сейчас Секундочку Выскочило Из головы Хочется Сказать Израиль Но это Не Израиль В общем У меня Выскочило С головы С какой Страны Хочу Сказать Большое Спасибо Это Это Людмила Уже прислала Нам Третью посылку И Каждая посылка Весит 20 килограмм Спасибо большое Там Очень много Вещей Артемке Есть И мне Футболки И Ванюшке И Светлане Николаевне Подарок И Марине Подарок В общем Чего там Только нету Даже Даже Манго Два лежала И они Хорошо Доехали Хотя Посылка Шла Наверное 10 дней И И конфет Много В общем Чего только Нету И И оливковое Масло Спасибо Большое Правда Очень приятно Очень приятно Получать Такие посылки Она просила Это как раз Это как раз Посылка Первая Пришла Я вам Рассказывал В тот день Когда родился Артемка С утра Когда у Марины Начали схватки Мы поехали На почту Получили Эту посылку Успели Успели Сделать Распаковку И поехали В роддом Вот так Потом пришла Еще одна посылка Спустя 3 месяца И вот сейчас Артемке 6 месяцев Пришла еще Посылка И там Вещей Артемке Хватит Наверное До 2 лет Чего там Только нет Ну Посылка Ее вес 20 килограмм Большущая Объемная В общем Красота Спасибо Спасибо Правда Большое Да всем Спасибо Кто присылает Посылки Это очень Приятно Распаковывать Правда Вот так Шоколадки Там В общем Много всего Все Яблочки Гля Это съела Яблочки А это Обормотина И нос Не воткнула Кушай Яблочки Пойду еще Возьму Балки То есть Овсяночки А детки Отдыхают Отдыхайте Переели Ну я не полную Принес Как бы Мне нужно Приловчиться С количеством Корма Но я приношу Около Утром Только дал Больше А в течение Дня Приношу Это сейчас Они поели Пятый раз То есть Сегодня в 5 раз Ели И ну Вы видели Сейчас было Около 200 грамм То есть Около 100 грамм Каждый Поросеночек Съел Кабан В общем Накормленный Он и вставать Не хочет И орешек Грызет Так как Рыбьего жира Нету То Я им В кормушку Лью Подсолнечное Подсолнечное Масло Оп Боже Не вдавись Хоть орешком Прошу Или уже Началось Всю жизнь Всю жизнь ели Нормально Мне теперь Страшно Вам вообще Что-то давать Он ели Он ели Бормотина Так Овсянка Кушай яблочко И не пугай Я не буду Кормить 11 штук Вместе С теми 13 Хочу Еще раз Залезть Туда Покормила Паразитка Или не Покормила Можно к тебе Ты не съела Орешек Ты покормила Или нет Пузатый Или нет Где тут Мелкий Вот Нет Не покормила Паразитка Лезь Корми Лезь Корми Свой Выводок Твои Давай Давай Титьку Давай Это Очень редко Можно встретить Кормление Крольчат Потому что Ну как бы Оно один раз В сутки Происходит А это мне Конечно Очень много Хочется Да Сразу Ладно Ножку А Она не достает Пеп Пеп Ложись спать Как есть Так и есть Волки Оп Ты что прискакала Что это прискакала И что вы не голодные Хвостиками Виляют Значит Все у них Нормально У них Уже Повырастали Зубы И сейчас Когда они Дерутся За бутылочку Они Меня Опять Начали Кусать Но Выросли у них Не те Зубы Которые Я Скусил Потому что Я Скусил Клыки Которые Сбоку А выросли У них Передние Резцы Так что Ну они Не такие Колючие А вот Типа Зихушки Да Не такие Колючие Ну уже Немножечко Кусаются Вот такая Свинотина Да Вот такая Свинотка Вот такой Кабасик Вот такие Вот Хлопцы И девки Хлопцы И девки Угу Что Пузырики Пошли Так Нужно Нужно Покастрировать Поросят Но Знаете Что я думаю Наверное Я Покастрирую Ну где-то На 10 На 11 День Я Короче Я не знаю Мне нужно Оставить Так как Человек Попросил Кабанчика О Кусает Как зубами Человек Попросил Оставить На племя Кабанчика То если Сейчас Покастрирую Для себя Например Тот Который Оставлю Ему На племя Он Ну не Будет Например Сильно Крупный В месяц А хочется Чтобы человек На племя Взял Самого Большого Так что Нет Наверное По временю С Кастрацией Это не страшно Покастрирую В месяц Когда Когда Продам А себе Оставлю Уже То что Останется Я всегда Так Ну и что ты Кусаешься Нет Титьки Ты уже Напилась Ну ты ж Не голодная Дурешечка Не голодная Вот так Ой-ой-ой 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 Кабанчик Охи Валенки Да Вот так Еще Еще чуть-чуть Ну чтоб Ем было Где-то 25 дней И Ночной Вот так Может кусочек Яблоко Дать Чтоб хоть что-нибудь Жевали Да Еще написали Почему сейчас Не подсадить К свинкам Они же Одинаково Пахнут То есть Пахнут Они же Одинакового Веса Вместе с теми Поросятами Друзья Свиноматка Свиноматки Можно было бы Посадить Поросят В первые Два дня После опороса Сейчас Поросятам Неделя Этим Поросятам Нет соска Свободного Вы же видели Что поросята Каждый сосуд Свой Те которые Не сосуд В них уже Молока Нету Семь дней Там все Перегорело Пусто Это первое Во вторых Свиноматка Чувствует Запах Чужих Поросят Она их Просто Убьет То есть То что Они Уже Невозможно Их Подсадить Это Сто процентов Свинки Их Не Примут Вот Вот так Да и поросята Поросята Уже Привыкли Как бы К молоку Из бутылочки Так что Что ты Жуешь Вкусно? Вкусно? А бормоты Такие Вот такие На сайте Бормоты Да? Все Спать Идите Идите Спать Вот так Видите Как Перегребла Перегребла Всю сюда Солому И прячется Так От Деток Вот таким Способом Она прячется От малышни Она не хочет Их Кормить Так часто Как хотят Они Это все Яблоки Съела Хотя я Едал Больше Это Ничего Не поела Зато Это Орехи Погрызла А Это Орехи Не Погрызла Вот Вам И Сестрички И Пока Мы Тут С вами Стояли Снеслась 15 Курочка Вот Так Все Вот Так Вот Дела Все Друзья Всем большое Спасибо За просмотр Всем Пока Пока Сейчас Все Водички Сюда Долью